Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Философия денег». С вами в студии ее ведущий Василий Богданов. Сегодня у нас в гостях Павел Гагарин, председатель Совета директоров аудиторско-консалтинговой компании «Градиент Альфа». Привет, Павел! Добрый день, уважаемые зрители! Здравствуй, Василий! Проглавное. Павел Гагарин, председатель Совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа». Эксперт в области финансового и банковского риск-менеджмента. Аудиторско-консалтинговая группа «Градиент Альфа» свыше 15 лет оказывает профессиональные услуги в области аудита, юридического, правового, финансового и IT-консалтинга. По данным рейтингового агентства «Эксперт-Ра», «Градиент Альфа» входит в число крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России. Компании «Градиент Альфа» успешно реализованы программой по антикризисному управлению. Павел Гагарин – автор и ведущий цикла семинаров по финансовой и налоговой безопасности компании. Принял участие в проектах по разработке законодательных инициатив для предоставления в органы государственной власти. Преподает различные курсы MBA в Академии народного хозяйства при правительстве России. Мы встречаемся уже не первый раз. И сегодня у нас тема весьма актуальная. В связи с новыми нормами налогообложения фонда заработной платы, в связи с изменением ставок, перечислений в социальные, пенсионные и прочие фонды, даже сам не знаю толком, как это все происходит, возникает, скажем так, повышенное налоговое бремя, как сейчас принято говорить, на бизнес. Да, на 50% примерно поднимаются выплаты, связанные с фоном заработной платы. В связи с этим еще больше возникает потребность к законной оптимизации налогообложения, к улучшению деятельности компании, для того, чтобы меньше остается свободных денег. И сегодня мы поговорим о том, где находятся вот эти новые возможности, новые решения, как их найти, сколько это стоит, ну и так далее. Да, мы поговорим о правилах, которым должен следовать бизнесмен или компания, когда она хочет защитить себя от неправомерных посягательств налоговых или правоохранительных органов, или для того, чтобы уменьшить законно, опять же, подчеркиваю, уменьшить налоговые выплаты. С будущего года этот вопрос, как нельзя, более актуален, налоговое бремя повышается. Ко мне уже поступает масса обращений от бизнесменов. Как нам уйти от налогов? Я говорю, ребята, никаких законных схем по выплате зарплаты не существует. Никаких незаконных? Никаких законных не существует. Нет. Само понятие схемы является незаконным. Любые выплаты, я об этом, кстати, в предыдущей передаче говорил, носящие регулярный характер и связанные с оплатой труда, должны иметь только одну законную форму, это выплата заработной платы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те, кто этого не понимают, сразу попадают под действие ряда налоговых уголовных статей, таких как 198, 199, ну и 159 мошенничество, которое всегда, как правило, их сопровождает. Поскольку речь идет о компаниях-однодневках, о применении подложных документов и прочих негативных вещей, которые очень сильно повышают налоговые и правовые риски бизнеса. Наша сегодня цель как раз говорить не об этих самых компаниях-однодневках, и мы как раз говорили в одной из наших прошлых передач о том, что это такое, и как с этим не связываться. А сегодня мы говорим вот о чем, что если раньше бизнесмены уже задействовали все свои ресурсы, то сегодня у них возникает новая задача, найти еще какие-то дополнительные ресурсы, чтобы оптимизировать, более четко планировать и так далее. И, скорее всего, им придется обращаться опять к услугам консультантов, налоговых, аудиторских и прочих. Налоговых адвокатов, аудиторских компаний, налоговых консультантов. То есть, пресс будет увеличиваться, собираемость налогов будет ужесточаться. Совершенно точно. И поэтому здесь нужно сразу разделить вопрос на несколько составляющих. Во-первых, бизнесмен или компания должны определить свои налоговые риски в том состоянии, в котором они есть сейчас, и сделать некий приблизительный прогноз на следующий год, и понять, нужны ли им услуги внешнего налогового консультанта или внешнего аудитора. Тогда вот в двух словах мы уже говорили, но я попрошу еще раз. Налоговые риски – это что? Вот оценить налоговые риски. Оценить налоговые риски – это понять, например, придет налоговая проверка или не придет в следующем году. О признаках приближения налоговой проверки в предыдущей передаче. Мы говорили в предыдущей программе, что подробно. Если придет, каков риск доначислений и размер этих доначислений, которые будут? Если риск доначислений, допустим, 100 тысяч рублей, а оплата услуг консультанта будет 150, вопрос совершенно очевиден. Пусть забирают и все. Конечно. Пусть забирают или можно бороться какими-то внутренними силами, например, привыкая внутреннего юриста, который является сотрудником компании. Если же это большой холдинг с приличными оборотами, с числями десятками или даже сотнями миллионов рублей, значит, здесь совершенно очевидно, речь должна идти об абонементном, консультационном и аудиторском обслуживании. Почему? Да, вот как раз прежде чем говорить о том, что речь должна идти, давайте разберем, а все-таки, что, в чем здесь самые главные риски, в чем здесь задача состоит? Задача состоит в том, чтобы законом минимизировать налоговые выплаты. С одной стороны. С другой стороны, снизить риски доначислений, то есть уменьшить сумму возможных доначислений налогов, применяя те или иные законные методы. По умному или по хитрому? Ну, знаете, и так, и так. Естественно, все методы наиболее эффективно работают в каком-то оптимальном сочетании. Тут нужно учитывать и то, что консалтинг бывает как наука емкий, так и ресурсоемкий. Но это к вопросу о том, какого налогового адвоката взять. Тот, у которого хорошие связи, или тот, который наиболее умный и просвещенный. Вот нужен и тот, и тот на самом деле, потому что все методы хороши в их сочетании. И если речь идет о каком-то холдинге, который занимается, например, стратегическим сырьем, или является бюджетнообразующим налогоплательщиком, здесь, конечно, в первую очередь должен быть адвокат или компания со связями, опять же, законными связями, которые можно применить. Например, участвуя в социальных программах, добиваться налоговых льгот, или более внимательного, более справедливого отношения к себе, налогового уровня. Давайте чуть-чуть поподробнее здесь, более детально. Как задействовать связи? Не просто по верхам, давайте чуть подробнее разберем. Как это? Как задействуют связи? Ну вот смотрите. И как проверить, имеет ли налоговый адвокат эти связи? Вот еще важно. У любого налогового адвоката есть некий портфолио, послужной список. Человек получал где-то образование. Например, есть у меня масса знакомых налоговых адвокатов, которые по образованию, они юристы, работали всю жизнь в правоохранительных органах, несколько последних лет в налоговой службе. То есть они, во-первых, имеют обширные связи в этой среде. Во-вторых, они знакомы с методами, по которым эти органы работают и проверяют. Соответственно, они могут задействовать эти свои связи, даже не в плане коррупции какой-то. Мы речь об этом не ведем. Сейчас, понятно, идет борьба с коррупцией, и в свете этого, конечно, очень опасно заниматься какими-то взяточными делами и прочими вещами. Речь идет о другом. О том, чтобы добиться путем вот этих хороших связей справедливого отношения. Не выполняя указания сверху о том, чтобы любой ценой с данного налогоплательщика получить данную сумму. О том, чтобы действовать в рамках закона. Понятие справедливости очень относительное. Вот можно привести какой-то пример. Как это рассчитывать на справедливые отношения со стороны налоговой инспекции? Что можно сделать? Объясняю на конкретном примере. Есть у меня один клиент, крупный строительный холдинг. Ему сделали не очень справедливое налоговое доначисление в размере порядка 300 миллионов рублей. И обязали эти доначисления уплатить в течение двух месяцев. Но для компании это совершенно неприемлемо. Это для нее убийственное. Ситуация, когда я пришел в налоговую инспекцию и начал убеждать руководителя о том, что это невозможно, что надо реструктуризировать на несколько месяцев. Сегодня он заплатит тебе 300 миллионов, завтра этой компании не будет и, соответственно, никогда и налогов от нее больше не будет. Никогда и налогов не будет. На что он мне сказал ключевую фразу? У меня через полгода не будет в этой налоговой инспекции. А план выполнить нужно сегодня. А план выполнить нужно сегодня. Каким образом на него воздействовать? Никаких научных методов или юридических не существует. Но есть какие-то связи, есть знакомства, есть, например, общий форум, где налоговики собираются. Я пришел на этот форум, используя связи с общими знакомыми, убедил его за чашкой кофе более внимательно и справедливо отнестись к данному налогоплательщику. Это получилось. То есть всегда есть какая-то вилка, да? Конечно. Вот как раз в размерах этой вилки и заключается понятие справедливости. Можно применить одну статью, можно применить другую. Можно применить один метод или другой. Отнести расходы туда или сюда. Да, то есть это понятийный такой момент. Он нигде не зафиксирован ни в налоговом кодексе, ни в каких-то других законодательных актах. Это именно обычаи делового оборота. Как поступить по справедливости. Вот как русские купцы, купеческое слово. Справедливо, слово честное. Вот так же примерно и здесь. То есть уповаем на честность и справедливость в данном случае. А вот вы еще упомянули там какие-то социальные проекты на себя взять, да? Да, конечно. Вот тоже была ситуация в регионе. Одно предприятие ждало налоговую проверку. Причем из вышестоящего налогового ведомства пришло указание взять с этого предприятия все. Негласное указание. Но оно поступило. Налоговики признались в этом в частной беседе. И предприятие в лице своего руководителя, ну и в сопровождении моем пришло к руководителю данного региона. И сказали, смотрите, мы участвуем в социальных программах. Мы построили огромное количество детских площадок. Мы помогаем детским садам. Мы помогаем фонду ветеранов. Пожалуйста, если завтра с нас возьмут все, то да, вот это все закончится. Мы не сможем этого делать. Все это закончится. Пожалуйста, свяжитесь с налоговиками. Мы понимаем, что они не в вашем прямом подчинении. Но вы можете оказать на них влияние какое-то, хотя бы моральное. Попросите к нам отнестись по справедливости, а не по указанию сверху. И это возымело свое действие. К данному предприятию отнеслись по справедливости. До начисления было почти в два раза меньше в результате налоговой проверки. Вот я о таких вещах говорю. Понятно. Причем практически это никак не связано ни со знаниями, полученными в институте налоговыми консультантами. Не с внимательным изучением налогового кодекса. Это просто грамотное использование человеческих взаимоотношений. Тем не менее, наличие вот этих связей и их использование, в хорошем смысле этого слова, оно все равно ведь не может защитить компанию, если у нее ведется бухгалтерский учет с нарушениями. Если у нее явно видны какие-то огрехи. Поэтому одно другое не заменяет. Должно быть и умное обеспечение, и со связями обеспечения. И вот это умное обеспечение, на мой взгляд, должно происходить в абонементном режиме. Если, конечно, компания готова за это платить. Это не очень дешево, но тем не менее. И тогда, находясь под постоянным патронажем аудиторов, налоговых консультантов, компания в течение года может исправлять свои огрехи до сдачи годового отчета, а перед сдачей каждого квартального отчета. То есть не надо исправлять вот такую массу нарушений. Раз в год, а потихонечку, раз в месяц, раз в квартал, исправляется и более благоприятная картина для налоговой инспекции. Можете привести какие-то конкретные примеры, яркие очень такие, чтобы можно было понять, а что это такое, что это могут быть за нарушения, которые можно исправить задолго до того, как они станут очевидными налоговой инспекцией? Ну, например, очень простая банальная ситуация. Главный бухгалтер, которая делала вид, что работала, на самом деле она не сдавала отчетности. И вот компания к концу года подошла с не сданной отчетностью за целый год. Ну, а директор же подписывал каждые три месяца? А директор подписывал, но это были липовые балансы. Директор обычно не вникает. Он обычно не в курсе того, что делает главный бухгалтер. В этом смысле главный бухгалтер может, конечно, такую свинью директору подложить, что мало не покажется. А это бывает только в малых компаниях или в средних и крупных тоже? Это и в средних и в крупных бывает, потому что бывает даже бухгалтер грамотный. То есть он это делает не от безграмотности, а от желания отомстить, насолить, потому что у них с директором, например, плохие отношения. Это, кстати, тоже одна из рекомендаций. Директор и главный бухгалтер должны идти бок о бок, потому что на скамью они могут сесть на одну и ту же. Понимаете, как директор будет нести гораздо большую ответственность, чем главный бухгалтер. Хотя фактически идеологом составления данной отчетности, использования каких-то незаконных схем, является именно главный бухгалтер. Поэтому, во-первых, они должны дружить. Во-вторых, внешний консультант, внешняя компания – это очень хороший инструмент для контроля главного бухгалтера, составления директора и других управленцев. Но это то, что вы применули, это вопиющий случай? Это вопиющий случай. Есть случаи более мягкие, конечно, но в целом ситуация именно такая. Поэтому, для того, чтобы подобных ситуаций не было, необходимо именно абонементное обслуживание. Именно абонементное обслуживание. Вот это вот такой основной вывод, который я хотел бы сделать. Хорошо. Когда мы говорили о консультанте со связями, понятно, чтобы он имел опыт работы, допустим, в налоговой инспекции, в каких-то силовых ведомствах, где-то еще. То есть мы смотрим, где он работал, с кем он, соответственно, по той работе общался и какое у него есть портфолио обслуженных клиентов, уже как консультанта. Если мы говорим вот про этого второго, тот, который должен обеспечить, когда я говорю второго, я имею в виду, что это может быть и фирма, и отдельно взятый человек, он должен обеспечить правильное текущее выполнение всех норм отчетности. Как его определить, проверить и точно так же убедиться в его компетентности. Потому что если он такой же некомпетентный, как вот такой главный бухгалтер из вашего примера, это тоже ничего особенного не поможет. Давайте, наверное, после рекламной паузы. Да, поговорим об этом мы после небольшого перерыва. Дорогие друзья, посмотрите рекламу. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Философия денег». И у нас в гостях Павел Гагарин, председатель Совета директоров аудиторско-консалтинговой компании «Градиент Альфа». И мы говорим о том, как оптимизировать законными способами налогообложения, а как защититься от неправомерных, или может быть, мы затронули в первой части такое понятие, несправедливых претензий со стороны налоговых органов. И это особенно актуально сейчас, потому что налоговое время на предпринимательское дело увеличилось. И перешли мы к вопросу, как определить, вот нам нужен, допустим, консультант, как определить его компетенцию. Его статус, его квалифицированность. Хорошо, значит, здесь есть несколько основных критериев. Во-первых, как правило, это не один человек, один человек, единица вздор, единица ноль, еще Маяковский. Да, Маяковский сказал, да. Поэтому это, конечно, должна быть аудиторская компания или консалтинговая компания, которая обладает гораздо большими информационными и другими ресурсами знаний, экспертных знаний. Во-первых, есть такое понятие, как членство в саморегулированной организации. И любая аудиторская компания должна состоять в этих саморегулируемых организациях. Саморегулируемая организация раз в три года устраивает проверку качества и выдает соответствующий сертификат. Причем это не формальная проверка, а реальная, вполне конкретная. Наша компания тоже регулярно ее проходит. И более того, мы проходим не раз в три года, а раз в год для того, чтобы постоянно соответствовать вот эти вот требования. Слушайте, не могу не задать такой вопрос, вот с завидной регулярностью, с завидной периодичностью мировые экономики потрясают скандалы, связанные с аудитом компаний из Большой Четверки. Вот они проверяли, проверяли, проверяли какую-то компанию, а потом бац, она либо банкрот, либо какие-то там не вполне легальные схемы и что-то еще. Понятно, могу прокомментировать. Большая Четверка – это совершенно другой бизнес. Он мало имеет отношения к консалтингу, они в основном торгуют своим брендом. Их заключение стоит дорого. А практическую работу там делают, как правило, не очень квалифицированные люди. Просто это такой вот брендинг, причем далеко не всегда добросовестный. И есть большая вероятность, что это Большая Четверка, которая раньше была Большой Пятеркой, превратится в Тройку, потом, глядишь, в Двойку. А потом какие-нибудь средние компании снова станут большими. Да, вполне такое может быть, потому что святое место пусто не бывает. Поэтому наиболее крупные компании – это совершенно другая история, и к ним нужно обращаться в вполне конкретных ситуациях. Получение крупных инвестиций с Запада, выход на IPO, то есть на первичное размещение акций на публичных рынках фондовых, западных, либо это какие-то крупные государственные инвестиционные программы. В связи с этим не могу не вспомнить историю. Есть такое программное обеспечение для управления компанией, очень дорогое, весьма сложное в пользовании, не буду называть имя этой компании. Я очень часто спрашиваю руководителей, ну а зачем вы покупаете это за миллионы долларов, что этим еще и пользоваться тяжело научиться? Ну как, приобретение такого программного обеспечения повышает стоимость на IPO. Да, есть такой момент. Можно потратить на приобретение этого программного продукта, например, 2 миллиона долларов, и каждый год платить по миллиону, причем это практически уже навсегда, пока не будет принято волевое решение все это выбросить на помойку, но при этом стоимость компании может повыситься на 10, 20, на 100 миллионов долларов. Сам факт того, что компания якобы пользуется программным обеспечением. Ну и возвращаясь тогда к нашей теме, с этим и с четверкой, в принципе, да, ответ услышал. С четверкой понятно. То есть, во-первых, конечно, нужно у той компании, которая хочет проводить аудит или заниматься консультированием, требовать вот эти документы. А сертификаты качества. Дальше. Раз в год каждый консультант и аудитор обязан пройти повышение квалификации в учебных центрах, аккредитованных при Минфине, получить соответствующий сертификат. То есть надо не стесняться спрашивать эти документы. Да, надо не стесняться абсолютно спрашивать. На Западе давно уже не стесняются, у нас почему-то стесняются. Ничего в этом абсолютно зазорного нет. Потребуют лицензию, потребуют сертификаты, потребуют удостоверения. Все это абсолютно нормально. И свидетельство о том, что компания постоянно следит за тем, чтобы у нее... Если эти формальные требования имеют место быть, вы... Субтитры создавал DimaTorzok